приветствую мы продолжаем встречи с почетными гостями фестиваля бюль дуйной посвященную фильмом относительно прав человека и сегодня у нас в гостях правозащитник с латвии госпожа элина штайнерта приветствую вас бешкейки спасибо вас элина имя это вот очень распространенное киргизское имя и в латвии тоже так да действительно да очень построенная я не знала что в киргизии тоже интересного вы кроме латвии еще являетесь уроженкой великобритании то есть граждан гражданин да это правда и там живете там живу пока да так получилось почему вы посчитали важным приехать и поучаствовать здесь на фестивале в качестве жюри почетного гостя почему вы считаете это важно ну этот регион центральная азия мне очень близок сердце уже несколько получаете несколько десяти даже лет уже работаю сотрудничаю с некоторыми организациями которые и в казахстане и в киргизстане тоже и вот так получилось что меня пригласили принять участие в одном мероприятии с вашим национальным центром по предупреждению пыток и так получилось что это заканчивается а фестиваль документальных фильмов тоже начинается в тот же день так на у меня пригласили может быть можно возможность есть остаться и принять участие и конечно тоже это прекрасное мероприятие которое уже 16 лет проводится здесь и я посчитал это честью что у меня есть такая возможность принять участие конечно обязательно наши страны были частью одной бывшей империи страны и вот для нас приводит всегда в качестве положительного примера страны балтии насколько они далеко ушли не только в части экономического роста и развития но и в качестве строительства действующих действенных эффективных институтов демократии почему у вас это получилось у нас до сих пор это не получается но это очень такой обширный вопрос конечно такую одного такого оценку дать что вот если у вас было бы это то было бы это такое как говорится лекарство на все не не как мне не не единственной страны нету такого и в каждой стране это своя проблематика свои моменты конечно существует мне очень трудно так сказать почему так но я тоже бы хотела сказать что и в латвии тоже есть свои проблемы у меня работа такая получалось по всему миру поехать и посмотреть на очень многие юрисдикции и я еще не видела юрисдикции где-то могу сказать омда прекрасно проблем нету проблем есть другие вы другого ракурса может быть другого другой обширности но они еще существуют весь где так что я думаю что вот так сравнять почему у вас получилось а у нас не получается но у вас получается в других а у нас где еще не получилось других сферах где у нас еще не получилось так что я думаю что это это я бы такую оценку мне бы было трудно но определенный вызов институтом демократии которые сложились в латвии других странах восточной европы так это вот война в украине и как вот к этим вызовом готовы ли эти демократические институты не подорвет же ситуация вот такая то что там происходит в ваших странах это очень трудный вопрос конечно потому что для нас это рядышком очень когда ты приезжаешь в латвию теперь очень много беженцев из украины очень много людей из украины и наше государство и наше правительство очень старается помочь люди просто помогают очень много у меня самой в семье есть люди которые себя из дом вот одну комнату украинской семье дали и так далее это очень много и это очень это не так что происходит там за сто километров где-то тысячу километров это у тебя рядом прямо на на пороге пороге на пороге и это совершенно другой тогда такой вес этому потому что это перестает быть какой-то абстрактные проблемы это реально что происходит с тобой с тобой с вашей семьи потому что вы же приняли беженцев вы же с ними уже вместе кушайте вы слушаете что они думают как они про свою семью переживают это совершенно другой момент такой я мне кажется что вот эти последние выборы в латвии которые прошли в начале октября тоже очень показали определенное изменение мышление наше латышское общество как таково по очень многим этим глобальным геополитическим региональным вопросом вы приятно удивлены или я очень горда я очень горда своим народом и своим государством вы сказали что здесь находитесь в том числе по приглашению национального центра по предупреждению пыток и для нас это актуальная тема в чем в том числе состояние пеницитарной системы и по произвольным содержаниям вот тоже какие моменты вы бы отметили как положительные может быть тоже негативно целым оценивают ситуацию но мне очень трудно такой опять извините оценку киргизстана дать потому что я здесь и не оценивать приехала все таки что-нибудь смысл моей поиски при поезда в киргизстан было обмен опытом опытом именно по мониторингу посмотреть и я сама училась у ваших специалистов по мониторингу мест содержания лишения ограничения свободы и они учились у меня так что у нас получился так взаимно очень очень но было очень интересно тоже посмотреть потому что я работала немножко с вашим законом когда принимался закон и обсуждался принимался закон о национальном центре по предупреждению пыток ему мне было очень интересно посмотреть как этот закон а внудрился в дли в жизнь как это все происходит потому что как вы знаете один вопрос что пишется в законе совершенно уже практик так иногда бывает что отличается не было очень интересно это видеть своими глазами и конечно обмениваться опытом у нас ходят разговоры о том что может быть стоит объединить национальный центр и институт амбурганов который как вы к этому относитесь ну я бы тогда хотела предложить вот только прошлые прошлой неделе комитет по правам человека который занимается надзором выполнение обязательств стран участников гражданского пакта то есть международного пакта по гражданским правам комитет по правам человека дал свое окончательное заключение по регулярному отчету киргизстану этому поэтому поэтому и там тоже затрагивался вопрос вашего национального центра и вот этой идеи что надо было бы объединить и я думаю что мнение комитет очень очень ясно это не хорошая идея то есть это разные мандаты это разные мандаты и это не только что мандат разной но и уже специфика работы которая ваш национальный центр смог выработать это же идет вопрос превенции предупреждения пыток работа омбудсмена это регири реагировать уже на жалобы по фактам что же пришло произошло а системные вопросы которые занимают много лет иногда это не так чтобы вот жалоб получил рассмотрел ответил индивиду это системные вопросы это решается уже годами иногда бывает это не так вот сегодня жалоб получил завтра рассмотрел и и дал свой ответ мандат совершенно другой у вас уже есть уникальные специалисты по этим вопросам как системой работать они уже начали эту системную работу почему это кому выгодно от этого отказываться почему я с моей точки зрения я не вижу этого рационального мысли почему я в вашей биографии почитал что вы были руководителем рабочей группы комитета оон по произвольным задержаниям у вас уникальный опыт в этой сфере и для нас для нашей страны это очень злободневный вопрос связан с политикой и вообще существование демократии очень многих странах наверное других стран тоже вот какие вы могли бы советы или рекомендации или положение тоже в котором мы находимся рассказать по этой ситуации по вопросам по произвольным задержаниям один из первых моментов это уже вопрос что такое произвольное задержание рабочая группа за это одни из самых рабочая группа оон по произвольным задержаниям одним из самых древнейших мандатов системы оон по особым докладчикам 32 года уже мы работаем я только что закончила мандат как вы правильно сказали но вот за эти 30 плюс лет рабочая группа выработала свою методику имеется несколько категорий которые разработаны в нашей юриспруденции я все еще говорю в нашей и один момент который является что произвольное задержание это не только задержание которое происходит по нарушение процедуры которая прописана законом это тоже задержание индивида например за мирная за мирное выражение своих прав например право на выражение право на право на слово мы к сожалению рабочая группа получала очень много заявлений со стран тоже центральной азии где индивиды журналисты блогеры правозащитники просто члены гражданского общества или просто люди которые выражают свое мнение которые не согласны не согласны с правительством или с большинством по некоторым вопросам или политическим или культурным социальным вопросам их просто задерживают за то что они выразили это мнение очень много бывает ситуаций когда замка на законодательство которое есть стране например про экстремизм или про предупреждение терроризма используется таких случаях чтобы люди не выражали мнение которое не угодно которое отражается или мнение которое не совпадает мнением ведущих сил в стране властей ну по мнению рабочей группы это составляет произвольное задержание и это и непосредственно противоречит обязательством государства под статьей 9 гражданского пакта спасибо вам большое или нас за интервью я надеюсь что вы еще не раз посетите кыргызстан по разным событиям я напомню что у нас в гостях была правозащитник элина стайнерта до скорых встреч до свидания